Всем-всем-всем привет! Всем привет из Канады! Идём в Винникло. Давно мы здесь не были. Посмотрим, что есть нового и интересного. Надеюсь, что что-то есть интересное, потому что в последние разы что-то было как-то всё не то и не так. Заходим через детский отдел. Кстати, детская одежда Винникло очень симпатичная. Но мы не для этого здесь. Тапочки, кстати, по чём они? По 30 баксов. Смотрите, какие всякие-всякие-всякие тапочки. Во-первых, разных цветов. Во-вторых, они есть вот такие вот пушистые. Ой, как они мне нравятся. А есть вот такие вот в клетку. С таким пушистым вот этим вот подкладкой такой. Есть просто вот такие трикотажные. Все одинаково стоят, интересно. Да, 30 долларов. Вообще, Винникло славится своей домашней одеждой, пижамками. И вот прям тапочки у них очень симпатичные. Ну, 30 долларов как-то для тапочек я могу найти подешевле. Ой, пижамы сюда переместили. Смотрите, раньше пижамы были в другом месте. Это даёт мне надежду. Может быть, мы найдём какую-то одежду там, где были пижамы наконец-то. Кстати, вот эти вот у них очень-очень классные вот это вот утягивающее бельё. Винникло я покупала, пробовала, советую. Оно таки, да, действительно утягивается. Но оно не... 15 долларов, хоть что-то так дёшево. Это что ли распродажа? По-моему, они стоили дороже. Так, вот они. Вот они здесь, да, 15 баксов. Ну, это действительно не очень много. Так, идёмте дальше. Куртки, шарфы. Куртки-пальто, куртки-шарфы, перчатки. Смотрите, как много всех цветов, разные, всякие. Вот мы с вами сейчас и что-нибудь примерим. Очень меня просили показать коллекцию Юникло Си, но здесь не всё Юникло Си. Я думаю, что некоторые вещи... А нет, вот. Так, давайте эту шляпенцу уберём. Это обычная Юникло. Итак, Юникло Си. Блуза. Оранжевая блуза. За... Сколько, почём оно? Так, состав. Состав, состав. Что-то я не вижу, да? Я не вижу, я слепла. Короче, она стоит 50 долларов. Состав надо искать, наверное, внутри. Не указан на... Не указан сейчас. Не указан, потому что 100% полиэстер. А, вот здесь есть написано. Вот, 100% полиэстер. Я не заметила. Такая блузочка. Дальше. Такая же блузочка, только синенькая. Ничего особенного, знаете. Так, это у нас что? Это такая же блузочка, только цветочек. Мне это всё очень напоминает Инессу. Мне очень напоминает всё это Инессу. Ничего такого особенного в этом нету. Есть платье. Вот платье, кстати, симпатичное. Но это всё экстрасмол. Платье стоит 80. Ну, собственно, как все сейчас в Юникло вещи. Тоже 100% полиэстер. Экстрасмол. Я бы померила, но я думаю, что в него не влезу. Хотя, может быть, и влезу. Знаете, он такой большой. Так. Возьмём. Есть юбка. Вот эти юбки я видела у них. О них рекламировали. Слушайте, может, тут ещё где-то есть у Юникло все. А я прилепилась к этому маленькому стенду. Вот эти юбки у них интересные. Тоже в Юникло все. Она плессированная сверху на резинке. И вот с таким вот, таких двух цветов они. Юбочка почём. А этикетки на ней нет. Вы знаете, я думаю, что это кто-то... И размера нет, и ничего не понятно. Я думаю, что это кто-то сдал. Потому что она одна. Так. Есть такой вот свитер. Знаете, я сейчас прям всё вот это вот возьму. А, это тоже платье. Это медиум. И... Так. Ткань. Сто процентная шерсть. За 80 долларов стопроцентная шерсть. Я не верю своим глазам. И это медиум размер. Так. Я думаю, что она мне будет в животе мало. Но давайте принесём, посмотрим. Вот Ларзмер Ларч юбка. Но она короткая. Тоже Юникло Си. И стоит она 50. И что у нас за... То, что процентная шерсть. Хм. Совсем неплохо. Но она коротенькая, конечно. Я сейчас её не буду примерять. Так. Тут у нас ещё всякие жакеты. Вы знаете, что я сейчас что-то из этих вещей возьму в примерочную. И, наверное, уже там вам покажу. Чтобы мне зря как бы не... Десять 150 раз не примерять одно и то же здесь. Вернее, не показывать вам здесь и в примерочную. Всё. Я беру вещи. Это тоже Юникло Си. Вельветовый жакет. Я возьму кое-что. И пойдём мерить Юникло Си. Всем привет, дорогие друзья. Из примерочной. Я сегодня захватила большую примерочную. Здесь ужасно грязное зеркало. Всё заляпанное. Я надеюсь, что вам не очень это видно. Кто-то руками так. Тыц-тыц. Детки. Значит, вот, пришла я в Юникло и обнаружила, что здесь есть очень много вещей из вот этой вот линейки новой Юникло Си, которая выпустила Юникло. Это не коллаборация. Это их новая линейка. Значит, какая-то дизайнер... Я забыла её фамилию. Я обязательно найду и напишу внизу. Она работала с... Ой, с какими-то люксовыми брендами. Опять же, я вылицала из головы. И теперь её взяли как бы дизайнером Юникло. И это как бы её линейка, которую она делает. Я думала, что она будет дороже, чем их обычные вещи Юникло. Но нет. Я смотрю, что цены такие же, что, в общем-то, не может не радовать и у хорошего материала. Сейчас я вам ещё подробненько покажу. Ну, там я ещё потом нашла вещи из этой линейки. Но они все похожи на эти. Поэтому мы не будем, да, уже сильно на них останавливаться. Потом я ещё там кое-что нашла с 2-й новой. Но, может быть, уже в следующий раз. Потому что сейчас мы будем иметь синий гостей. Я себя показываю очень быстро. У меня... Давайте здесь ближе. Значит, вот ёбка такая с босоножки. Кохта. Кохточка. Бусы из Лис Клейборн, кстати. Из Секонда. Одна из моих последних находок. Я вам ещё не показывала. Но, может быть, потом покажу в своём видео, где я показываю свой улов из Секонда. Совершенно ловенький. Это не винтаж, конечно, но они очень симпатичные. Есть вот эти зеленькие камушки. Очень подходят к этой цветной ёбке. На чёрном плохо видно. Ну, вот, смотрите, поверьте мне. Видите, какие-то красивые. Красинки. Вот, давайте будем примерять и посмотрим, что у нас есть интересного здесь. Так, первый комплект весёленький, жёлтенький такой кофточка. Значит, мне очень понравился эта юбка. Посмотрите, какая она интересная. Я потом сниму эту кофту и, может быть, примерю с жакетом. Видите, вот, жакет прям точно подсветка. Так, прикольно, да? Значит, ёбка плитированная. Видите, двух цветов. Из такой плотной, хорошей такой ткани. Размер смол мне маловат, потому что больше не было. Это была единственная юбка в магазине. Вот такой расцветки, которыми нравится. Я видела её на веб-сайте, и мне запрошилось её примерить. И вот такая вот я надела сверху кофту кардиган. Это тоже размер смол, потому что тоже не было другого размера, и он мне немножко маловат. Хотя у них размеры... Я вот принесла пальто... В общем, у них размеры выглядят так, что вещи довольно большие. Я оставила свой чёрный топ. Он немножко... Чуть здесь темно, да, мне кажется. Он немножко не в тон, но, в принципе, чёрный-чёрный. Вот такой вот жёлтый кардиган с карманами. Мне, конечно, нужен был бы размерчик побольше. Наверное, medium и даже large. И вот юбка. Мне так жалко, что она плохо видна. Она уже прикольная. Я хочу, чтобы вы её рассмотрели как следует, потому что она мне очень нравится. Очень качественная ткань. Я не помню, сколько она стоит. И вот такая вот двухцветная. Причём нижняя полоса идёт, видите, неровная, а какой-то такой вот волной. Плюс плесировка. Сверху она на резинке. Мне бы надо размерчик побольше, конечно. Но не было, не было в магазине. Плюсировка никогда никуда не уходит. Вот сколько я живу на свете, столько плесировка в тренде. Вот. А кофточка такая цыплячья, жёлтенькая, весёленькая, по-моему, синтетическая. Ну, прикольный цвет. Симпатичная такая, знаете. Ну, обычный кардиган, ничего особенного. Так, у нас здесь составим 45% хлопка, 38% акрил, 8% нейлон, 4% шерсти. В общем, из хороших вещей 45% хлопок и 4% шерсти. То есть, стоит она 60 долларов, размер смол. То есть, ну, как бы цены такие же, как на обычные вещи Uniqlo. И даже, нет, не дороже. У них все, хотя сейчас кардиган, если это раз, стоит 60 баксов. Так что, вот. Вот здесь написано, кстати. Давайте мы сейчас прочитаем, кто у нас. А всё-таки это коллаборация. Значит, это коллаборация между Uniqlo и британским, английским британским дизайнером Клэр Уайт Келлер. Поэтому Си, потому что её зовут Клэр. И вот, имя начинается, видите, на букву Си. Ну, не написано, где она работала. Casual and chic spirit to everyday essentials. Значит, она известна своим казуальным и шиковым духом для каждодневной одежды. В общем, мой перевод, это очень... Я не переводчик, знаете, поэтому... Ну, вы поняли идею. Вот такой вот кардиган. Так, здесь у нас жакет бельветовый с этой юбкой. Очень подходят друг к другу, потому что полоса нижняя на юбке и жакет абсолютно одного цвета. Получается очень классный комплект. Мне реально нравится. Посмотрите, как подходит классно. Видите, жакет и вот эта юбка. Значит, жакет из бельвета. Очень похож на жакеты от Инессы. Но, во-первых, он был немножко подешевле, а во-вторых, он как-то мне больше нравится. Ну, какой-то более такой... Ну, не знаю, Инесси на какие-то вещи были, ну, прям такой, знаете, библиотекарства советских времён. Помните, я примеряла, мы все смеялись. Или там, дамы из Жека. Вот. А здесь у неё, как бы, такие жакетики, очень даже такие элегантные, я бы сказала. Давайте я сниму в таком вот формате и покажу вам поближе. Потому что получается, что плохо видно. Или... Я знаю, что люди как-то снимают вверх ногами. Тогда лучше видно. Действительно, мне не нужна моя голова. Меня... Моё личко лицезрели достаточно. А вот симпатичненький комплектик. Мне, кстати, сюда сапоги хорошо подошли, босоножки не очень. А вообще, очень классно. Просто очень. Мне очень нравится это сочетание. Мне очень нравится этот жакет в бельве. Но он такой, элегантный он. И юбка прям точно по цвету подходит к нему. Прям супер. Прям очень сюда. Давайте я перед вами так покручусь ещё. Чтобы хорошо всё рассмотреть. Посмотрите, какая на юбке такая ткань, что она очень, очень так красиво, знаете, ложится. И очень красиво, очень красиво движется. Вот в движении. Представляете, как она будет красиво, красиво выглядеть, когда вы будете в ней идти. Давайте я вам сейчас покажу. Не просто стоять. Вот так. Давай. И пошла. И пошла. Видите, как она красиво двигается? Ну, вы поняли. В общем, я вас уже с этой юбкой. Но она правда красивая. Так, давайте возьмём состав. Значит, 100% хлопок. Ну, подкладка 100% полиэстер. Вот. Ну, ладно. Стоит он, ого, 130 долларов. Я немножко погорячилась, сказав, что это подешевле, чем Инесса. По-моему, не подешевле. А я не помню, сколько стоил Инесса в жакете. Но не дешевле это точно. Это был размером medium. И он мне абсолютно точно подходит. А вот, кстати, если кто-то хочет номера, вот, пожалуйста. Смотрите. Баркод. Видите, здесь номер внизу. Вот по нему можно его найти на веб-сайте. Так, понравившаяся мне юбка. Она стоит 80 долларов. 100% полиэстер. Видите, был размер small. Не было больше. Здесь у неё резинка сверху. Она мне маловато, но не очень сильно маловато. Так, маловато. Поджимает, но не смертельно. И вот такой вот у неё номер. Я вам хочу сказать, что искать на сайте Uniclo, если вам нужно, то несложно. Потому что вы заходите там в специальные коллаборации, у них есть на сайте. Выбираете вот Uniclo C. И там, в принципе, не так много вещей, что, в принципе, найти несложно. Да, жакеты такие есть ещё тёмно-синие. Юбки, наверное, тоже из какого-то другого сочетания. А может быть и нет. Я не помню, на веб-сайте я смотрела. Видите, как хорошо, аккуратненько всё шито, сделано. Но жакеты есть тёмно-синие в магазине тоже. Очень хорошее платье, но оно мне маловато. И в магазине нету Larch. А есть Medium самый большой. Мне нужно было опять громыхать этими дверями. А мне надо было бы, конечно, Larch, потому что оно меня здесь, видите, очень облегает. И это не очень красиво. Хотя я ожидала, что будет хуже. Но дело в том, что, понимаете, вот сейчас я его попробую оттянуть, и вы увидите. Значит, фасон у него вот такой. Вот тут посередине вот такая вот... Не смотрите, с моим животом, я очень стесняюсь, но куда мне его девать? Не буду девать. И смотрите. Значит, фасон такой вверх. Потом такая вот посередине резинка. И идет юбка вот такой вот длины. Значит, что с ним делать, с этим платьем? Так, наверное, ему надо носить? Или что? Не знаю. Я пока что вот так вот его надела, потому что я не очень понимаю, где должна быть вот эта вот резинка. Понимаете? Вот. Мне нравится в нем руках. Смотрите, какой интересный. Правда? Значит, это стопроцентная шерсть. Я еще в магазине заметила и подумала, ничего себе. Хороший такой состав. И за 80 долларов это совсем недорого. Мне нравится вот оно как сделано. Вот здесь вот такой вырез, лодочка. Очень симпатично. Я, мне кажется, не видела на этом сайте у них этих платьев. Если честно, я не помню. Я смотрела, но что-то я не запомнила. Вот. Короче, мне нужен размерчик побольше. А так, очень красивое, прекрасное, хорошее базовое платье. Но, может быть, даже и ларч мне будет вот, понимаете, мне вот эти трикотажные платья в обтяжку. Во-первых, у меня живут. Во-вторых, у меня ляжки. И мне не очень хорошо вот эти вот платья. Когда оно немножко идет в A-силуэн, такой раскрешенное, то мне еще ничего. А вот так вот оно, в принципе, узкое, прегрое, то это не есть. Гуд для меня, но, в принципе, само, вот если сверху посмотреть, мне нравится рукав. Мне нравится его вот так вот здесь вот горлышко. И такое, знаете, невысокое, не низкое, не душит, ничего. Хорошая такая вязочка. И шерсть 100%. Это, конечно, большой плюс. Так, очень симпатичное пальто. Это размер смол. Оно довольно большое. Я увидела в магазине, что я взяла смол, потому что я видела, что оно большое, широкое. Значит, у него внутри такая кулиска, что можно затянуть на талии. А можно ее затягивать. Видите, как сзади оно сделано. Оно как бы приталенное. Не приталенное, а кулиска внутри. Симпатичная такая расцветка, очень в клеточку. Такая приятная клетка. Оно на кнопках. Оно очень тоненькое и легкое. Это, конечно, не на зиму, а больше такое было на начало осени, наверное, на весну. Я посмотрю, что там за состав в нем. И они еще были коричневого цвета. Наверное, еще и синего. Оно в магазине есть только коричневые, однотонные. И есть вот такие в клеточку. Очень прикольно. Мне оно прямо очень нравится. Посмотрите, какое симпатичное пальто. Но опять же, вот ноги голые. Надо сапоги, конечно. Поэтому я вам буду показывать вот так. Вот так вот карманчики. Симпатичные стеганы. Давайте рассмотрим его состав. Немножко коротковато оно у меня. Ну, в том смысле, если бы оно было длиннее, мне кажется, было бы лучше. Не мне, а вообще. Видите, оно еле-еле чуть-чуть перекрывает платье. А платье совсем не длинное. То есть длинное платье, или вы наденете под него, или юбку, она будет торчать. А ну, с другом нормально. Так, значит, пальто все синтетическое. Видите, и ткань найлон, ну, естественно. И наполнитель тоже полиэстер. И стоит оно 180 долларов. И это его вот. Вот. И это размер смол. Оно очень большое. Вот это пальто. Они прямо очень оверсайз. Ну, видите, как оно сделано. Красивая такая отделка. Очень аккуратно. Очень хорошо сделана отделка. Такая же отделка на карманах. И такая же отделочка на рукаве. А внутри... А, вот такие вот кнопки пластиковые, что не очень хорошо, потому что они могут ломаться. И внутри, видите, вот такая вот кулиска. Внутри она однотонная, тоже простеганная. И вот такая вот на талии есть кулиска, что вы можете его затягивать, делать такое в талию больше. Больше в талию. А можно делать... А можно делать просто его прямое, если растянуть ее, эту резиночку. Но дело в том, что оно настолько большое, объемное, что я даже думаю, что мне можно было бы и экстра смол. И у него очень удобная большая пройма. И большой широкий рукав. Это очень удобно для, вот знаете, таких свитеров с низкой проймой, для жакетов. Вот я не люблю пальто с узким рукавом и с узкой проймой. Потому что сейчас очень модно всякие большие широкие свитера, и они просто не влезают. А вот здесь вот классно, очень удобно сделано. Я вам показывала номер. Мне кажется, да. Вот, посмотрите, еще раз здесь. Так, смотрите, платье, значит, стопроцентная шерсть. Вероятно. И стоит оно 80 долларов. То есть цена его такая же, как у Николаевского платья из синтетики. У них нету платья в стопроцентной шерсти, вот вязаные, трикотажные. Они тоже все по 80, по 70, по 80 долларов. Ну, может, 70 они стоят, не увидим. Вот его номер. Я прямо очень рекомендую, но если, девочки, только аккуратно, если у вас тупый живот и ляжки, то это немножко вот как бы проблематично. Лучше примерить. Но вот видите, это я примеряла медиум. Если бы был large, то все равно я бы предпочла померить. Я вам хочу сказать, что у Николаевского платья какая-то странная штука с заказами, с вещами, которые вы заказываете. Я не уверена, что у них бесплатный возврат. Я очень давно ничего не заказывала с Николой, очень давно ничего не возвращала, поэтому я вам точно не скажу. Но ситуация там какая-то странная. Но это хорошо проверить, прежде чем вы что-то заказываете. Если какая-то вещь спорная, и вы не уверены насчет нее, то вы должны хорошо почитать, что там написано насчет возврата. Смотрите, платье. Еще одно платье. Мне реально оно нравится, потому что я реально люблю такие фасоны. Это прямо мой любимый фасон. Юбочка фиксированная. Здесь такое оно, в принципе, в фигуре. И расклешенное. Внизу, здесь сбоку, здесь тоже такая кулиска в талии. И вот таких две завязки, которые можно еще больше стянуть, я просто не стала. Я вам впечатляю, что это размер экстра смол. Вы должны понимать, что они очень большие. Здесь есть внизу подкладка, и подкладка мне тоже немала. То есть, знаете, очень часто бывает, что вот такие вот такие вот платья, у них очень маленькая подкладка. И платье оно большое, широкое, а подкладочка такая узенькая. Но это все экстра смол, и оно вот такое вот совершенно на мне свободное. И даже подкладка на мне свободна. но вы представляете все остальные размеры, на кого они сшиты. Я, в общем, девушка не экстрасмол ни разу никак, и никаким боком уже давно. Но вот посмотрите, это платье, оно реально на мне свободное. Я абсолютно свободно себя в нем чувствую. Платье красивое, мне нравится. И они есть коричневый в цветочек, и такие светло-молочные, по-моему, синенький цветочек. Ну, просветочка такая... Опять же, вот платье Инессы я примеряла. Они прям совсем такие, прям, ну, совсем такие, знаете, ну, вообще такие хуторянские, сиротские, как я их называю. А это вот вроде тоже в цветочек, вроде тоже оно такой, знаете, фасочек, ничего такого. А вот что-то в нем есть. Смотрите. Вот такое вот платье. Тоже приятная ткань. Я думаю, что это полиэстер, но оно... Но оно, видите, оно так двигается хорошо. Мягкое, приятное. Очень приятное платье, очень. И вот прям прекрасное пальто. Я должна вам сказать, что у меня нет к нему никаких претензий. Оно мне очень нравится. Из очень приятной ткани. Прямо вот... Вы знаете, я помню, в одном из своих влогов примеряла пальто Максмара. Давайте я уйду в это зеркало, тут такое грязное, здесь лучше видно, если как-то лучше свет падает. Чтобы вы поняли, значит, видите, у него такой материал. Легкий такой плюшек. Очень похоже на пальто Максмара, которое я примеряла, которое стоило каких-то шаленых денег, я уже не помню. Единственное, что то было длинное, это, видите, довольно короткое. То есть торчит из-под него вот это платье. Ну, коротенькое. У него какие-то пальто, видите, и в клетку то, и это. Ну, посмотрите, как оно красиво лежит. У него такой красивый широкий рука, пояс. У него тоже нет подкладки. Подкладка есть только в рукавах. Что, кстати, очень удобно и чего не было в пальто Максмара. Потому что если вы надеваете какой-то свитер, например, под него, то шершавая текстурная ткань на свитере и такая же шершавая ткань на пальто вместе трудно засовывать руку. А здесь есть подкладка в рукаве, скользкая подкладка, шелковая. Ну, не шелковая, а как будто шелковая. Что очень удобно, когда вы надеваете ее сверху на что-то. Это, кстати, не было в пальто Максмара, это не продумано, я считаю. А здесь вот, оно мне немножко маловато. Я не помню, какой я схватила размер. Смол. Где схватила смол? Мне тоже кажется, что не было другого размера, иначе бы я взяла медиум, конечно. Оно на запах, без пуговиц, карманы. И сбоку вот таких вот, ах, сзади оно у меня. И сбоку два вот этих вот разреза. Позовь тоже очень легкое, тоже осеннее или осеннее пальто. Интересно, есть ли другие цвета в магазине нет, надо посмотреть на веб-сайте. Оно просто чудесное, просто мне очень нравится. Они не дешевые. В нем есть какая-то шерсть, немного, но есть. Я вам так снимусь в полный рост, чтобы вы видели. Даже с этим платьем так красиво вроде. Давайте я его расстегну. Развяжу, расстегну, чтобы я помню, как оно выглядит в расстегнутом виде. Просто такое, знаете, легкое, легкое весение такой пальтишечка. Мне очень нравится, вообще это не курсив. Я как бы, я пришла, посмотрела, хотела примерить, и мне нравится. Мне нравится эта линейка. Посравнив с Инессой, вот Инесса как-то испортилась. А вот это вот прямо вот то, что вот было когда-то Инесса делала вещи. Очень простые, обычные, такие, casual, действительно, но с изюминкой. Есть в них какая-то изюминка. Так, давайте посмотрим, значит, 37% в нем шерсти. Только все остальное, полиэстер, найлон, в общем, и подкладка. Тоже полиэстер, подкладка, как я уже сказала, есть вот в рукавах. А видите, само оно сделано вот из такой вот, из такой вот немножко ворсистой ткани. Очень классное, просто очень. Вот оно обычное, вот такое вот, здесь хороший свет, смотрите, видите, без всяких, без прикрас. Ничего в нем нету, нету даже пуговиц. Хороший пояс и вот такой вот широкий рукав. Очень все аккуратненько сделано. Не к чему придраться. Все очень-очень хорошо сделано, прекрасно сшито. Я не помню, если я вам показала номер. Который номер этого пальто, да, это размер смол и стоит оно 199,90. Мне кажется, я вам цену не показала 200 долларов. Не дешевое пальто, но, конечно, дороговато, что вам сказать. Но качество хорошее. Ткань так себе, то есть шерсть есть, но шерсти мало, 37%. Но, в принципе, знаете, за 200 долларов можно найти шерстяное, но вряд ли. Даже в Заре, по-моему, чисто шерстяное пальто. Но там, правда, они с подкладкой, они, по-моему, по 250-280. Но они там такие с подкладкой, с пуговицами, со всеми делами. А это такая легенькая пальтишечка, но не Макс Мара, конечно, но вполне достойно. Так, и платье у нас, значит, это вот голубой цвет, 100% полиэстер. И подкладка 100% полиэстер. Размер экстра смол. Представляете, и стоит оно 80 долларов. Вот такая вот ткань симпатичная. Подкладочка, тоже экстра смол, тоже полиэстеровая подкладка. Такой вот у него легкий, чуть-чуть такой воротничок сделаем. И вот здесь кулиска, плейсировочка, и здесь такие завязочки. И что-то плейсировочка, завязочки. Что-то меня понесло не в ту степень. Сколько оно еще раз? 80. Вот это что из шерстяной, 80, чистая шерсть. Вот это чистый полиэстер, 80. Знаете, мне это очень странно. Я действительно как-то не... Для меня это очень странно. Я не понимаю вот этих, как бы, почему так. Но вот это платье реально, 100% шерсть за 80 долларов. Это просто находка, я считаю. Так, мужики, дорогие девушки, ой, я как всегда забыла выкривляться для обложки. Знаете, когда выставляешь, делаешь скриншоты с примерок и делаешь их на обложку, хочется, чтобы было какое-то лицо такое улыбающееся, загадочное такое какое-то. Но я всегда забываю. Я начинаю примерку и всегда думаю, надо секундочку постоять, как-то ровненько не разговаривать, не кривляться, а просто стоять ровно и сделать красивое лицо, чтобы потом не стыдно было на обложку выложить, а чтобы это не было во время разговора. Вот такой, с мимикой, знаете, это когда делаешь скриншот с такого видео, то это выглядит ужасно смешно. Но ведь я опять забыла, каждый раз себе говорю, застынь на минуту и каждый раз забываю. Короче, мне понравился Uniqlo 7, мне понравились многие вещи. Они не очень дешевые, но и не смертельно дорогие. Прямо шестяное платье вообще дешевое для такого состава. По сравнению с ценами, в обычной линейке Uniqlo небольшая разница практически, в общем, практически никакой разницы. И что еще хотела сказать, ну вот и все, собственно. У нас последние зенки тепла. Сегодня, завтра, когда я выложу это видео, наверное, я уже буду в пальто уходить. Сегодня, видите, я вот еще вот так вот, я вот так пришла на работу и вот так вот иду, потому что у нас еще тепло. Но это уже все, все, октябрь уже все. Вот. Желаю вам всего самого лучшего, прекрасной осени. Всех люблю, целую, всем здоровья. Дед из Канады. Пока.